Я решил распространить видео, называется оно Юрий Христенсен, это автор видео, которое вы видите, он будет рассказывать о похожести всего, что делает сейчас Россия с режимом Гитлера, фюрера, как он приходил ко власти, как он делал нацизм, фашизм, Германия, вы увидите все четко, вот прям то, что делает Путин. Название, мы вторглись, чтобы предотвратить агрессию, вот чуть выше, снимаю с телевизора, авторство, конечно, не мое, но оно интересно, я решил распространить, чтобы вы видели похожесть всего, что происходит сейчас. Итак, поехали, это Укрлайф ТВ, все права их. Смотрите, здесь был вопрос, как есть ли возможность противодействия, вторая часть, чтобы мы противодействуем. Вот, ну, понимаете, есть ли возможность противодействовать у наших спецслужб, да, есть, они как бы этому учились. Есть ли возможность нам противодействовать, да, есть, но ей надо учиться. Вот, ну, смотрите, если глобально отвечать на этот вопрос, то нужно, а, строить вся демократию, и, б, нужно окружать себя демократией. Демократии не воюют, демократии договариваются, демократии, собственно, санкции вводят и военным путем, они отвечают на агрессию других государств, вот, на нарушение норм международного права. Вот, то есть страны, окруженные демократиями, типа Швейцарии, прекрасно себе живут без войны, там, сотни лет. Вот, если, да, вот что нам делать? Ну, изучать историю. Вся история, это история войны. Более того, не просто изучать историю, а изучать историю глазами разных государств, разных народов, разных цивилизаций. Вот, потому что та история, которую нам преподавали, ну, в советской школе, это, знаете как, в истории есть много разных фактов, и из них всегда можно собрать. Из этих фактов нужную тебе историю, нужную тебе проектовку событий. То есть это не было историей, то, что ты нам рассказывал. Вот, медикрамотность повышать, национальную устойчивость, то есть то, через чего нами, с нами же и воин. Вот, по истории, как раз вот сейчас хотел сочетать, вот вы видите много параллелей, есть дневник американского журналиста, который с 30-х годов и до 40-го, до конца 40-го года работал в Берлине. Дневник, чем интересен, он сам это все наблюдал, и это было тогда. Это не некая история, не некая трактовка, не некоторые надерганные события, которые потом нам подобрали, сказали, было так, ибо было иначе. Это человек, знаете, как просыпается сегодня, вот что-то происходит. Я взял небольшой отрывочек, набор отрывков, сейчас прочитаю, и где-то, может, прокомментирую, а где-то, может быть, вы сами увидите, насколько ситуация 30-х годов в прошлом веке была похожа на ситуацию, в которой мы пребываем сейчас, в Европу пребывает сейчас. Вильям Ширер, Берлинский дневник Европы накануне Второй мировой. 1934 год, 2 августа, запись в дневнике. Сегодня утром умер Рисхансель в Германии, Гиндербург. Кто теперь может стать президентом, что предпринял Гитлер? Рис-президент умер, точнее, Гитлер был канцелером, а он был президентом. 3 августа, на следующий день, Гитлер сделал то, чего от него никто не ожидал. Он назначил себя и президентом, и канцелером. Армия дала Гитлеру клятву в безоговорочно подчинении ему лично. 28 ноября 1934 года. Здесь много говорят о том, что Германия тайно вооружается, хотя точную информацию получить трудно. Если добудешь и передашь, тебя могут выяснить. А он был американским журналистом, который работал в Берлине по официальной аккредитации. 35-й год. 16 марта. Позвонили из Министерства пропаганды и попросили прийти на пресс-конференцию чрезвычайной важности. Геббельс пришел мрачно и зачитал текст нового закона. Гитлер по собственной воле положил конец Версальскому договору. Восстановил всеобщую воинскую повинность и объявил о создании армии на ее основе. Вечером собралась огромная толпа и славила Гитлера до тех пор, пока он не показался в окне. Сегодняшнее решение строить армию, открыто поправь Версальские соглашения, усилило его позиции внутри страны. Громадному большинству немцев пришлось по душе, как он натянул нос Версалью, на который все были сильно обижены. К вопросу о величайшей геополитической катастрофе немцев. Да, это потрясающе просто, конечно. 21-го года. Гитлер закатил грандиозную, в кавычках, мирную речь в Рейстаге. Немцам нужен мир. Немцы хотят мира. Никто не собирается никому угрожать. А по поводу Австрии немцы не собираются и не хотят вмешиваться во внутренние дела Австрии, аннексировать Австрию или устраивать отшлюз. 36-й год. 4-й января. Всплылась копия секретного приказа, который Гебберс ежедневно отдает прессе. Они делают чтение газет приятным, так и запрещают отпечатать правду и заменяют ее ложью. Немцы, если не читают иностранных газет, совершенно отрезаны от внешнего мира. До недальних пор они штановали газетные киоски, чтобы купить газету немецкоязычных швейцарцев. Но теперь эта газета запрещена. 7 марта 56-го. Сегодня Гитлер разорвал Лаканский договор и бросил по западной границе Германии, Германии с Францией, и бросил рейсфер на оккупацию Рейнской области. Вечером впервые после 1870-го года немецкие и французские войска оказались лицом к лицу в Верховьях Рейна. Заседание Рейхстага происходило напряженнее, чем когда-либо. Гитлер не уставал ни повторять несправедливости Версальского договора и миролюбие немцев. После этого 600 депутатов вытягивали правую руку и кричали «Хай!». Сколько всего войск Германии отправило в Рейскую область, никто не знает. Французский подсол рассказывает, что Министерство иностранных дел трижды обмануны были в течение дня. Сначала немцы объявили про 2000 человек, позже про 9500. По моей информации, они отправили туда 50 тысяч. Гитлеру удалось остаться безнаказанным. Франция не направляет свои войска. Вместо этого она взывает к Лиге нации восклицательный знак. Неудивительно, что Гитлер и Геринг имели такой сияющий вид. Сегодня я узнал, что германские войска имели приказ спешно отступить, если французская армия окажется против Версальского. Как интересно. Очень интересно. В 1936 году. На так называемых выборах, по данным Гебельса, 95% населения Германии одобрили оккупацию Рейнской области. Несколько корреспондентов сообщили о нарушениях, но я не сомневаюсь, что значительная большинство немцев приветствовали действия немецких войск на Рейне. 37-й год. 5 июля. Австрийский посланник рассказывает, что Гитлер угрожает присоединить Астрию. 16 августа 37-го. Корреспондента «Таймс» выслали из Германии. Нацисты воспользовались подходящим случаем, чтобы избавиться от человека, которого не боялись. На вокзале в Берлине платформа была забита гестаповцами, которые записывали и фотографировали всех провожающих. 38-й год. 20 февраля. Сегодня Гитлер обнародовал теорию относительно того, что Германия должна защитить 10 миллионов немцев за пределами Третьего Рейха. Подразумевается 7 миллионов Австрии и 3 миллиона Чехословакий. Вот его слова. Невыносимо для мировой державы знать, что рядом с ней живут собратья по национальности, которые постоянно обречены на тяжелейшие страдания. В интересах Германии защищать этих немцев, невзирая на наличие границы. 13 марта. 4 часа утра. Происошло самое худшее. Немецкая армия вторгается в Австрию. Гитлер нарушил всю дюжину торжественных обещаний, обетов, договоров. Вещать я не могу, потому что нацисты глушили меня всю ночь. Я спорил, жаловался, боролся. Час назад они вынули меня из студии штыками. Канцлер Австрии Шушнинг выступил по австрийскому радио. Сегодня правительство Германии вручило нам мультиматум, приказывающий в короткий срок объявить канцлера в лицо назначаемое правительством Германии. В противном случае в Австрии войдут немецкие войска. Мы уступаем в силу, потому что не готовы даже в такой страшной ситуации проливать кровь. Позже храни австрию. 12 марта, тот же день. Читаем утренние берлинские газеты. Заголовки. Германская Австрия спасена от хаоса. И невероятная история, созданная фантазией Геббельсов, в которой описаны беспорядки на главных улицах Вены, драки, стрельба, грабежи. Полнейшая ложь, там ничего такого нет. Но как люди в Германии узнают, что это ложь? 15 марта, через три дня. Гитлер объявил включение в Австрии в состав Германии. Кошмар, слушайте, это безумные параллели какие-то, Юрий. Просто безумные. 12 апреля. Чехословакия определенно станет следующей в гитлеровском списке. В военном отношении она теперь обречена, имея границу с Германией как на юге, так и на севере. Это уже после. А что с Австрией, Чехословакия стала окружена практически с двух сторон Германии. Сегодня ночью уезжают в Прагу. Гитлер мобилизовал до границы с Чехоломакией 10 дивизий. Чехи призвали на военную службу в президенте Бога и укомплектовали личным составом свою линию на жену. 14 августа. Это через у нас три месяца. Чемберлиф хочет, чтобы Чехословакия уступила желаниям Гитлера. Мы эти желания знаем. Вхождение всех немцев в состав Великого рейда. Я убежден, что прежде чем чехи пойдут на это, они будут сражаться. 9 сентября, еще через месяц. В Берлине наиболее знающие люди считают, что Гитлер принял решение начать, если это будет необходимо, войну, чтобы заполучить назад судеб. В понедельник открывается вседание Совета Лиги Наций, и все интернационалисты собираются сюда, чтобы ничего не делать. Ситуация в Чехословакии даже не стоит в повестке дня и ставится не будет. А в это время Герин заявляет, что мелкий сегмент Европы, Чехи, будоражит человечество. Это ничтожная раса Китмия, без какой бы то ни было культуры, угнетает культурный немецкий народ. 16 сентября. Гитлер потребовал референдумы для жителей судеб. Чемберлен согласен. Чехи говорят, предположим, что пройдет референдум. Судеб отойдут в Германию. В качестве компенсации Чемберлен предоставит нам торжественно подписанные гарантии, что агрессии не будет. А если будет агрессия, чего будут стоить эти гарантии? 19 сентября, еще через пару дней. Нацисты ликуют по поводу того, что они называют величайшим приумпом Гитлера. В отличие от других, без крови, без кровопролития. Немецкие газеты полны заголовков. Чешские броневики давят женщин и детей. Кровавый режим, новое убийство анемцев Чехами. Грабежи, разбой, стрельба. Чешский террор в Германской Судебской области усиливается с каждым днем. Чешские солдаты нападают на Германскую империю. Сплошная ложь. Это уже исправили. 24 сентября состояла встреча Чемберлина и Гитлера. Гитлер потребовал, чтобы Чехословакия не позднее субботы, 1 октября согласилась передать Германию Судебой. Чемберлин должен сообщить об этом правительству Чехословакии. Как вы думаете, какие заголовки новой газеты в Берлине? С Гитлером и Чемберлином за мир. Гитлер и Чемберлин трудятся день и ночь в интересах мира. 30 сентября. Накануне окончания ультиматума. Все кончено. Гитлер, Чемберлин и Далатье подписали договор о передаче Судебой Германии. Две демократии идут на то, чтобы позволить Гитлеру выполнить свое хвастливое обещание заполучить где-то до 1 октября. Чехословакии не консультировались ни на одной стадии переговоров. Ее представителям было сказано, что Чехословакии придется подчиниться, причем сказанным не Гитлером, а Чемберлинам и Далатье. Далатье – это президент нации. Конечно, да. 8 октября. Американский журналист. В Бельгине. Польша наверняка будет следующий из списка Гитлера. Как слепыми были поляки, помогая Германии, Харсачьей, Словакии. Поляки – очаровательные люди, но они чудовищно не реалистичны. Например, в своей доверчивости Гитлеру. 1939 год. 6 апреля. Министр иностранных дел Польши побывал в Лондоне и подписал в Англопольской коммунике взаимопомощи в случае нападения на одну из стран третьей державы. Думаю, что это остановит Гитлер на какое-то время. Силы – это единственное, что он понимает и уважает. 28 апреля. Гитлер финансировал договора с Великой Кританией и Польшей. В своей речи он обнародовал содержание предложения Польши. Данцик должен быть возвращен в Германии, а Рейху предоставлен сухопутный коридор в Восточную Брусь. Среди информированной публики есть большие сомнения, действительно ли Гитлер принял решение начать мировую войну и праздник Данцика. 9 августа. Беседовал с капитаном немецкой армии Д. Он гневно говорил, почему англичане вмешатся в проблему Данцика и угрожают войной за возвращение нам германского города. Почему поляки провоцируют нас? Мы же имеем право на такой германский город, как Данцик. Насколько же заверирован мир, в котором живет сейчас народ Германии? В то время, как все вокруг считают, что именно Германию угрожает напасть на Польшу, здесь в Германии, в мире, в котором создают местные газеты, трактуется все наоборот. Вот что заявляют нацистские газеты. Это Польша нарушает мир Гевлопе, это Польша угрожает вооруженным вторжением Германии и так далее. Вы спросите, ну не может же немецкий народ верить в это лжи? Расскажите им правду. Рассказывали ей не раз. Все понимают, что Гитлеру плевать надался. Это просто предлог. Позиция нацистов в том, что больше необходимость сделать государство макгрызком во самом Германии. Затем, когда таким же образом окажутся урезами Венгрия, Румыния и Югославия, Германия будет в силах развернуться к Западу и, возможно, разгромить его. 23 августа. Примерно часа в два мы получили текст российско-германского пакта. Дело зашло дальше, чем я думал. Это фактически альянс, и Сталин своими условиями приглашает Гитлера вторжнуться в Польшу и уничтожить ее. Хотя, может, Сталин хитрит. Его цель вернуть Германию в войну, которая закончится хаосом, после чего большевики вмешаются. И в европейские страны принесут коммунизм. А, возможно, не хитрит. Гитлер разорвал все заключенные когда-то международные соглашения. Если он использует Россию так же, как однажды использовал Польшу, то прощай Россию. 24 августа. Интересно так. И он пишет Россия именно. Не Советский Союз, а Россия. Ну, опять же, это же перевод с английского. Надо поискать оригинал. Но, в принципе, в англоязычном все, где мы живем, Украина там появилась совсем недавно. То есть просто Раша пишет? Ну, я когда стажировался на Тайване, вот англоязычный Тайвань, Раша и все. Одесса, Раша. То есть они знают, что это большой кусок территории, где живут медведи и битвы. Больше про нас не знаю ничего. Британский посол 24 августа. Ну, напомню, что вторжение 1 сентября началось. Буквально накануне, день в день человек пишет. Британский посол сказал Гитлеру, что Великобритания сдержит свое обещание помочь Польшу в случае нападения Германии, несмотря на российско-германский пакт. Гитлер ответил, что никакие британские обязательства не составят Германию отказаться от своего права. Очевидно, что с российским догоном в кармане Гитлер не пойдет на уступки. Как все развернулось в последние 48 часов. Большевистская Россия и Германия самые заклятые враги становятся друзьями и заключают ко всевобщему ужасу что-то вроде Союза. 25 августа. Несколько заголовков из сегодняшних немецких газет. Полнейший хаос в Польше. Немецкие семьи спасаются с бедствием. Польские солдаты движутся к границе Германии. Эта игра с огнем заходит слишком далеко. Три германских пассажирских самолета обстреляны поляками. В Гансовском корректоре множество сельских домов в огне. 25 августа. Перед вторжением. 28 августа. Франция в благородных выражениях просит Гитлера воздержаться от военных действий. Нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить мирным путем. Напоминает Гитлеру, что Польша – это суверенное государство и заявляет, что Франция выполнит свои обязательства по отношению к Польше. Гитлер в ответ сожалеет, что Франция умирает за воевать, чтобы поддержать их право. А затем повторяет свои требования к Польше. Позднее Гитлер вручил британскому послу свой ответ на британские предложения. К удивлению, посол не вылетел с ним в Лондон, хотя немцы держали на готове самолет. Он просто отправил его дипломатической почте. Похоже, британцы наконец заняли жесткую позицию. Третья немец выглядит подавлено. Он не может пережить удар, нанесенный введением продовольственных карточек, что однозначно для него объявлением войны. Пожилой немец сказал мне, они забыли, что такое война. Я не забыл, я помню Первую мировую. 30 августа. Все против войны. Люди говорят об этом открыто. Как может вступать в войну большую войну, если большинство населения решительно против? Возможно, Гитлер держит в запасе еще какую-то карту, кроме договоренности с Сталином. Может быть, Сталин нападет на Польшу с тыла? Я очень в этом сомневаюсь. Но после русско-германского факта все возможно. 1 сентября 1939 года. На следующий день. Сегодня утром на рассвете Гитлер напал на Польшу. Это вопиющий, ничем не оправдан, не спровоцированный акт агрессии. Но Гитлер и Верховная команда называют его контрнаступление в ответ на наступление. Больше не герман. Вечером вышел секрет, запрещающий слушать зарубежные радиостанции. Кто-то боится правды? Ничего удивительного. 3 сентября. В этот воскресный день гитлеровское контрнаступление превратилось в мировую войну. Запомните. 3 сентября 1939 года. Время 1 часов утра. 4 сентября. Ночью услышал о потоплении британского авиалайнера «Атеннис», ищущего 300 пассажирами на борту, среди которых 240 американцев. Англичане заявили, что это сделала американская подводка. Немцы упорно отрицают. Германской прессе и радио категорически запрещено упоминать об этом случае. Немецкое командование ввело военную цензуру. Война начинает задевать обычных граждан. Вечером народован закон об увеличении подоконного налога, а также о значительном увеличении акцизов на табак и пиво. Кроме того, декреты замораживания церкви и заработной правоплаты. 7 сентября. Новый сегодняшний декрет устанавливает смертную казнь тем, кто угрожает военной мощи германского народа. В кавычках. Дискредитирует российскую армию. Еще раз в кавычках. Такое определение дает Гиммлеру множество вариантов для трактовки. Второй декрет принуждает рабочих соглашаться на неурочную работу, даже в том случае, если у нее меньше платят. И такой декрет недавно не видели. 7 сентября. А это было седьмого. Восьмого. Первого немца казнили по вышедшему вчера закону. Гиммлер даром времени не теряет. Его распределяли за то, что он отказался участвовать в боронительных работах. 11 сентября. Классический заголовок сегодняшней газеты. Поляки бомбят Варшаву. Кошмар. Юрий, я не могу просто сдерживаться. Это такие безумные параллели. Просто невозможно. Украинцы бомбят Мариуполь, украинцы бомбят Харьков, украинцы бомбят Киев. Я начинал читать, как раз вот когда бомбили Мариуполь, вот как раз в это время. Пресса полна самых фантастических выдумок. Последнее о том, как два агента британской секретной службы, добавлю в себя, Ник и Майк, организовали резьмененцев. Когда вы смеете по этому поводу своего военного цензора, парня честного, он покраснел. 14 сентября. Из штаб-квартиры Гитлера поступило официальное заявление. В нем говорится, что до тех пор, пока польское гражданское население оказывает сопротивление, Германия будет использовать любые средства, особенно бомбардировки с воздуха и обстрел тяжелой артиллерии, чтобы доказать бессмысленность их действий. Прибывшие на этой неделе на фронте рассказывают, что почти все польские населенные пункты, которые они видели, разрушены бомбами и артиллерией. 15 сентября. Сегодня из весьма авторитетного источника узнал, что Россия может напасть на Польшу. 17 сентября. Утром в 6 утра по московскому времени и Красная Армия началась вложение в Польшу. Разумеется, у России заключалась в Польше факт о ненападении. Не так давно я сидел в Женеве и выслушал рассмотрение советских дипломатов по совместным действиям против Агресса. Теперь Советская Россия наносит Польшу удар на жесткий, но Красная Армия присоединяется к нацистам. Естественно, все это с одобрением на спине-то в Берлине. 20 сентября. Немецкая опресса говорит о мире. Зачем Англии и Франции проливать кровь? С тех пор, как польское государство прекратилось существовать, все договоры о союзе с ним не имеют смысла. Немцы, с которыми я общался, твердо уверены, что мир наступит в течение месяца. Еще раз в течение месяца, они были уверены, 20 сентября 1939 года. Все они воодушевлены. В ответ на мои слова о том, что самый удачный момент для наступления мира был то нападение на Польшу, они смотрели на меня как сумасшедшие. Мне до сих пор мольчует вопрос, если война будет продолжаться, поддержит ли большая часть населения существующий режим? Народ патриотичный, напичканный бешеным количеством пропагандой, утверждающий, что Англия единственный виновник в войне, вполне способна воспринимать идею защиты Отечества. До сих пор не встретился ни один немец, который считает несправедливым уничтожение Польши. До сих пор, пока немцы не приходятся затягивать ремни, эта война не станет непопулярной. Не знаю, как в оригинале. Война в Кризане, он в Кризане, но переводит так. 4 октября. Выдержки сегодняшней прессы. Англия несет ответственность за возмущительное провоцирование Варшавы к сопротивлению. Страны Запады поставками оружия несут ответственность за войну. Шмар просто. 8 октября. В нескольких газетах полосы заняты платными извещениями о смерти. Типичное извещение. Пал смертью героя за фюрера народа Отечества. 18 сентября в сражении в Польше мой единственный сын в возрасте 22 лет. 24 октября. Вечером Ревентроп наконец сказал народу Германии, который до последнего надеялся на мир, что война будет продолжаться до победного конца. 31 октября. Обдумывая слова товарища Молотова, произнесенные им сегодня в Верховном Совете. Мы выступаем за добросовестное и точное выполнение договоров. И заявляем, что весь вздор относительно советизации Балтийских государств служит интересом нашего общего врага и всех этих советских провокаторов. Это 39-й год. Советизация произошла в 40-м, но 39-м это был вздор прямо из стен Верховного Совета. 13 ноября. Введены карточки на одежду и у многих немцев углюные лица. Вчера 10 юных студентов Пражского университета расстреляны за организацию антигерманских демонстраций в Чехии. В Германии казнили троих молодых людей за измену. 19 ноября. Генерал-губернатор, оккупированный в Польше, издал приказ, согласно которому еврейское гетто в Варшаве должно быть отделено от остальной столицы с ограждениями и поставлено под жесткий полицейский контроль. Он заявил, что евреи – разносчики болезней и медрубов. И еще уток из американских лабораторий. Кошмар. Просто кошмар. Знакомый вернулся вечером из Варшавы. Говорит, что нацистская политика заключается в уничтожении польских евреев. Что несколько тысяч евреев из Рейха также отправили в Польшу на верную смерть. 1 декабря 1939 года. Советский Союз вторгся в Финляндию. Восклицательный знак. Вчера бомбардировщики военно-воздушных сил Красных атаковали Хельсинки. Великий защитник рабочего класса, агитата против фашистской агрессии, праведный борец за добросовестное и точное соблюдение договоров набросился на крошенную демократию в Европе, нарушив душу торжественных обязательств. Сталин поставился на одну доску с гидером и муссолином. Советская внешняя политика рассказала с такой же империалистической перед царством. 14 декабря германские вечерние газеты празднуют великую морскую победу линкора Граф Шпея над тремя британскими крейсерами. Народ, правда, не может взять толк. Как эта великая победа закончилась самозатоплением линкора? 21 декабря, через сколько? Через неделю. Странные каменники распространили германские военно-морские силы. Командир Графа Шпея, вот того самого линкора, верной традицией обеспечил безопасность экипажа и последовал за своим кораблем. Капитан оправдал надежды фюрерам, германского народа и военно-морского флота. Много немцев приговорены к длительным тюремным строкам за то, что слушают в иностранной радиостанции. Но все равно многие это позднее написаны. Но все равно многие продолжают слушать. Их так много, что сегодня вышло официальное предупреждение. Никакого снискаждения не будет с бессудным нарушителем закона, который слушают вражьи и выдумки. 31 декабря 1939 года в новогоднем обращении Гитлер обещал людям победу в 1940 году. Чтобы оправдать агрессию, он заявляет, что войну начали еврейские наемники-реационеры в капиталистических странах и демократии. Слова больше ничего не значат для этого человека и боюсь для его народа. 40-й год, 3 января. Сегодня узнал, что русские пообещали поставить Германию в этом году миллион тонн фуража, полмиллиона тонн семян маслячных культур, полмиллиона тонн бомбов, 900 тысяч тонн нефти, 150 тысяч тонн хлопка. Хлопок, кстати, для пороха использовался тогда. И на 3 миллиона марок кожи невыделанных шкур. В ответ Гитлер отдал приказ войскам разработать планы по разгромам союзников в Скандинавии, если те вздумают помогать Финляндии в войне с Россией. 24 января. Мистер Ку, проживший в Германии большую часть жизни, понимает что-то такое, что не понимая я. Вот он говорит. Для немцев правильно, этично, благородно то, что служит интересам германизма или Германии. Но у немцев отсутствует абстрактное понятие этики, чести или правильного поведения. Другими словами, для немца защищать свободу и независимость своей страны – это справедливо. А для финна делать то же самое неправильно, если это вредит германским отношениям с Россией. 25 января. За обедом со мной в застолик устроился седал класса немецов к опросам в России о поддержке войны людей третьего возраста. У него не было карточки на жиры для мясного блюда, и я предложил ему свою карточку. Мы разговаривали. Он заявил, что Британия и Франция начали войну. Но вы напали на Польшу, и кто-то полагает, что с этого началась война, возродил я. Он аж подскочил от удивления. Прошу прощения, прохрипел он и потом минут пять рассказывал про нее о причинах войны. Названный Гитлером. О том, что войну начали Британия, Франция, и они ее готовили больше года напасть на Германию. 4 февраля. На днях мать одного немецкого общества, немецкого летчика, получила от любого извещения, что ее сын пропал в бездности. Пару дней спустя BBC сообщила, что ее сын в плену. На следующий день она получила восемь писем от друзей и знакомых, которые слышали, что ее сын жит и находится в плену. После этого мать заявила на всех восьмерых полицию, сообщив, что он слушает английский радио и всех ресторанов. Это прямо со звонками вот этими прекрасными в Россию, ну просто один к нам. 11 марта. Прошлой ночью в Москве был заключен мир между Россией и Финляндией. Тяжелый мир для Финляндии. Хельсинки сегодня приспущены в плаве. Берлин доволен. Думаю, что Норвегия и Швеца поплатятся со свой отказ пропустить союзные войска на помощь Финляндии. Веда в том, что 100 лет мирной жизни сделали скандинавов мягкотелыми, сторонниками мира любой ценой. У них не хватает смелости заглянуть в будущее. К тому времени, как они решатся встать на всю эту сторону, будет поздно, как это произошло с Польшей. 23 марта. Объявлено, что все церковные колокола, сделанные из бронзы, будут сняты и переплавлены в орудия. На следующей неделе начинается общенациональный сбор по домам всего имеющихся в наличии лома, олова, никера, бронзы и меди. 90% водителей получили указание сдать аккумулятор на нужды армии. 30 марта. Министерство иностранных дел опубликовало 16 документов, которые они якобы обнаружили в Польском МИДИ. Суть их в том, что американские дипломаты были главными участниками развязывания войны. У Риндтропа есть все доказательства. Конечно. Еще бы. Это все знакомо. 9 апреля. В этот день, в этот весенний день гидероккупировала еще две страны. На рассвете вооруженной силы нацистов вторгнут Германию и Данию и Норвегию для того, чтобы, как лицемерно говорится в официальном заявлении, защитить их свободу и независимость. Дания, с которой всего год назад был подписан факт о ненападении, полностью повержена. В Норвегии захвачены важные объекты, включая столицу и порты. Пресс-секретарь германского МИДа засчитал техс-меморандума, направленная сегодня утром Норвегии и Дании. В меморандуме содержится призыв принять защиту и предупреждение о том, что сопротивление будет слогано любыми имеющимися в распоряжении у Рейха средствами и поэтому приведет к ненужному кровопролитию. 11 апреля. Узнал, что гидерок предупреждал Швейцу об ужасных последствиях, нарушениях нейтралитета и помощи Норвегии. Насколько я понимаю, швейцы напуганы и не придут на помощь своим норвежским братьям. Странно, почему эти маленькие страны предпочитают быть поглощенными гидерами по одиночке. 18 апреля. Из Копенгагена привезли интересную историю. Столица Дании. Вечером 8 апреля датский король вызвал к себе германского посланника и попросил объяснение. Посланник поклялся его величеству, что у битера нет намерения в тормозе Дании. Буквально накануне. И что это просто вымыслы союзника. В действительности же в этот момент несколько немецких сукогрузов стояли пришвартованные в Копенгагенском порту, а под крышками люков находились немецкие солдаты. Трема сукогруза. Это провыли зерна с Украиной. Королевский дворец расположен рядом с причалами. Нацистские войска помашировали по улице к дворцу. Удивленные датчане на велосипедах подумали, что это съемки какого-то фильма. Когда немцы подошли к дворцу, бордецы открыли огонь. Немцы ответили, убили там несколько бордецев. Король, когда услышал стрельбу, послал объекта попросить окончить сопротивление. Седьмого мая. Это квыск высадки десантов Гастопин. Седьмого мая. Несколько дней германские газеты проводят чудовищную кампанию, будто Англия и Франция хотят стать агрессорами еще в некоторой части его. Шесть недель назад такую же кампанию не проводили в Скандинавии. Потом Германия вторглась туда сама. Удар не придут в следующий раз, подозревая, что в Голландию, потому что это единственное место, которое не упоминает пропагандистов. Десятого мая. Через три дня. Удар на Западе нанесен. На рассвете немцы вошли в Голландию и Бельгию. Германский меморандум, оправдывающий агрессию, был вручен посланникам через полтора часа после нарушения немецкими войсками и нейтралитета. Там написано, если германские войска встретят сопротивление, оно будет подавлено всеми возможными средствами. Ответственность за кровопролитие, которое в этом случае неизбежно будут нести только бельгийское и германское правительства, оказавшие сопротивление. Это новый рекорд цинизма даже для Гитлера. Это да, просто все за гранью какой-то. 11 мая. Большинство немцев погрузились от полученных новостей в депрессию. Не мог найти ни одного немца, который действительно верит объяснениям Гитлера, будто тот вошел в нейтральные соседние страны, целостность которых он гарантировал, чтобы его препятствовать захватывать из стран союзников. Даже для немцев это очевидная ложь. 14 мая. Голландская армия капитулировала. За час до этого пал Роттердам. Цитата. «Под ужасным впечатлением от германских пикирующих бобардировщиков и неминуемой атаки немецких танков город Роттердам капитулировал и тем самым спас себя от разрушения», — говорится в сообщении немцев. Так мы впервые узнали, что Роттердам подвергался бобардировкам. 15 мая. «Последствия немецких бомб и снарядов. Города безлюдные, кругом трупы. Немецкий диктор вопиль. Вот так мы несем смерть и разрушение нашим врагам». Этот фильм, пожалуй, подвел итог моему представлению о немцах. «Бежалостное уничтожение противника, вещь приятная, является осуществление высшей жизненной цели германского народа. Но пусть он попробует сделать то же самое против немцев. Тогда барвар, убивающий невинных жертв». 20 мая. «Быехал на фронт, видел разрушение, которое несет война. То, что пушки и бомбы делают снарядами, живущими там в любви. Дрелище непривлекательное. Например, в глубин старинный университетский город. Сейчас развалено. Университетская библиотека, восстановленная на пожертвования американских школ, полностью разрушена. «Я спросил у немецкого офицера, что сделала с Игорем? Сгорели, — ответил он. Потом добавил, — очень жаль, но это же война, поймите». Беженца устала плетутся по дорогах. На руках дети, матери тащат семейные поживки. Лица изумленные, испуганные, застывшие от горя и страдания, но полны достоинств. 28 мая. На рассвете бельгийская армия сложила наружие. Ночью король Леопольд направил по расположению немецких войск предложение о перемирии. Немцы потребовали к заговорочной капитуляции. Немецкая прессия и ликование по этому поводу. 30 мая. Сегодня заходил один немец, упомянул о том, что меня, ну, рассказал ему о том, что меня интересовало. Как люди реагируют на запрет Гитлера опубликовать списки потерь. После Польши, ну, Польши, когда была и война в Польше, еще публиковались в газетах объявления. После был запрет на публикации. Он сказал, что люди сравнивали ближайшие ситуации с тем, что было во время Первой Немировой, когда газеты ежедневно печатали имена погибших. Сегодня никто не имеет ни малейшего понятия, во сколько немецкой жизни обошлось наступление и чего стоила норвежская кампания. В принципе, на этом можно закончить. Потому что это мы уже дошли до 40-го года. И в 40-м году, 13 декабря, его выслали, он вынужден покинуть. Но если очень коротко, это то, что нужно учить в школах. Не ту историю Второй мировой, отечественной, я уже не знаю, какую, которую нам дают, а реальную историю по воспоминаниям очевидцев. И те страны, которые будут знать свою историю, есть большая вероятность, что они ее не повторяют. Юрий, спасибо вам огромное. Спасибо, и я очень надеюсь, что мы продолжим в следующий понедельник нашу программу. Правильно я понимаю, да? Вот, и я тогда попрошу наших зрителей присылать нам вопросы, потому что они хорошие, умные, интересные, и мы их будем очень ждать. Это я тоже правильно это понимаю, говорю. Юрий Христензен был сегодня с нами на связи, за что, Юрий, мы вам страшно признательны. И, конечно, мы благодарны вам, нашей спонсорной платформы Patreon. Оставайтесь с нами, это был Укрлайф ТВ. Если вам понравилось это видео, просто была идея записать отдельно этот кусочек. Если понравилось, распространяйте по вашим друзьям, желательно, чтобы они были из России. Если ничего-то не видят, может, они как-то прозреют. Хотя это вряд ли, конечно, но все может быть. Один на десяток может быть прозреет. С вас подписка и лайк, может быть комментарий. Спасибо.